Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Новую центрально-азиатскую торговую повестку представят на предстоящем Астанинском экономическом форуме. Эксперты обсудят, каким образом можно расширить торговлю в регионе, учитывая интересы инвесторов, на какие вызовы предстоит для этого ответить. Также спикеры попытаются найти ответ на вопрос, что именно может стать катализатором для стимулирования бизнеса в Центральной Азии. Среди гостей будут вице-президент Азиатского банка развития Вен Чай Жан, региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук и другие. Тема, которую я затронул в своем выступлении на АЭФ, очень тесно связана с главными темами форума. В частности, я расскажу о том, как могут помочь Казахстану справиться с современными экономическими вызовами суд Международного финансового центра Астаны и арбитражный центр. Мы специализируемся на разрешении коммерческих споров. Правовая система, по которой мы работаем, основывается на английском праве. Я думаю, именно это станет ключевым преимуществом для привлечения иностранных инвестиций в Казахстан. Своё участие в сессии Мир единой экономики подтвердили такие бизнес-гуру, как президент Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка Дзинни Ли Цзюнь и директор Всемирного института Маккинси в Азии Джонатан Вотсель. Дзинь Ли Цзюнь – выпускник Пекинского университета зарубежных исследований. Ранее он занимал должность вице-президента Азиатского банка развития и отвечал за программы для Южной, Центральной и Западной Азии операции частного сектора. Второй спикер Джонатан Вотсель координирует и развивает проекты Маккинси с городскими, региональными и национальными органами власти более чем в 40 регионах мира. Реализовал свыше 60 проектов, связанных с экономическим развитием и проведением экономических преобразований для различных регионов Китая. По данным ООН, к 2030 году городское население в мире увеличится на 60%, а урбанизация станет одной из основных тенденций развития государства. Именно город будет формировать экономический рост государства. Этой теме посвящена одна из панельных дискуссий Астанинского экономического форума «Мир городов». Об этом в программе интервью рассказал заместитель руководителя Центра урбанистики Астаны Асхат Садов. По его словам, Астана может войти в число самых продвинутых городов мира. Чтобы достичь этой цели, необходимо развивать такие отрасли, как новаторское предпринимательство, розничная торговля и спорт. Также он призвал обратить внимание на условия для столичных пешеходов. Автомобилисты очень будут недовольны тому, что мы будем какие-то делать пешеходные интервенции. Но если мы хотим стать глобальным городом, если мы хотим привлекать туристов, если мы хотим современную городскую удобную среду, нам необходимо, просто жизненно важно, создавать условия для пешеходов. И эти пешеходные сети должны быть непрерывными во всем городе. Мы предложили создать, активировать пустые пространства, работать с остановками, пешеходная инфраструктура. Сегодня свой вклад в развитие нашей столицы вносят мои коллеги. Грабли и лопаты вместо микрофонов и камер. Сотрудники агентства Хабар вышли на субботник. При поддержке городского Акимата журналисты высадят 60 саженцев перед театром оперы и балета «Астана-опера». В дальнейшем эта аллея будет названа в честь общественного и политического деятеля писателя Казахстана Абиши Кикельбаева. Сабина Торгаева также приступила к уборке. О зеленении столичных улиц и готова рассказать подробности. Сабина, доброе утро, вам слово. Здравствуйте, Альфия. Да, действительно, сегодня более сотни сотрудников агентства Хабар вышли на общегородской субботник. Но я в первую очередь хочу отметить, что в столице до 22 мая будет продолжаться экологический месячник. В его рамках на территории Есельского района планируется высадить около 27 тысяч саженцев. Сейчас, сегодня здесь, в парке влюбленных перед театром оперы и балета «Астана-опера» вышли на субботник несколько организаций, в том числе и агентство Хабар. Наш участок, наши саженцы, которые мы высадим сегодня здесь, это такая мини-аллея, часть этой аллеи будет посвящена 60-летию казахского телевидения. 60 саженцев, 60 лет. И рядом со мной сейчас находится мой коллега, корреспондент телеканала «Хабар-24» Ярнур Дожжанов. Ярнур, здравствуй. Скажи, пожалуйста, успел уже поработать лопатой, так сказать, физически? Да, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, что сегодня погода замечательная с утра, солнечно, тепло. И очень радует то, что все коллеги, да, вот присутствуют сегодня. И такая неформальная обстановка, и радует глаз прям очень. Да, с самого утра вот уже работаем вовсю, заметна атмосфера такая дружеская. Это такой некий, можно сказать, тимбилдинг. И это уже становится такой доброй традицией, действительно. Никто старается не пропускать, прийти не только поработать, но также и пообщаться, узнать, как дела. Потому что мы редко на работе, бывает, видимся, да, пересекаемся из других подразделений с коллегами. А тут прям самая такая площадка. И привносим самое главное доброе дело, свой вклад, да, так скажем, в развитие нашей любимой столицы. Ярнур, ну еще такой вопрос у меня. Скажи, вот ты поработал лопатой, что дается легче? Все-таки физический труд, или ты предпочел бы сейчас оказаться на моем месте и держать микрофон? Ну, в каждом деле есть свои нюансы, свои особенности. Ну, например, смотрите, за 20 минут я успел посадить целых два дерева, и на это я затратил где-то плюс-минус 20 минут. А, например, на написание текста, ну, ушло бы где-то побольше времени, смотря какой текст. И я считаю, что в каждом деле есть свои особенности, и каждое дело, да, по-своему оно, цена, да. И поэтому хочу, наверное, телезрителям пожелать только одно, чтобы они побольше выходили на такие субботники. И всегда сохраняли чистоту города и приносили свой вклад. Спасибо, я не буду тебя задерживать. Деревьев много, работы много, спасибо. Спасибо, Альфия. Я напоминаю, что сейчас более сотни сотрудников агентства Хабар находятся в парке влюбленных. Перед театром оперы и балета «Астана-Опера» мы высаживаем деревья, 60 саженцев. Наша часть аллеи будет посвящена 60-летию казахского ханства. На этом у меня вся информация к данной минуте. Более подробно мы обо всем расскажем в следующих выпусках новостей. Пока вам слово. Спасибо, Сабина, за информацию. Мысленно мы с вами. С нами была Сабина Торгая. Мы продолжаем. В Каргандинской области на 6 лет осудили чиновницу за хищение бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство инженерно-коммуникационной системы в Каркаролинске. Однако, экс-руководительница районного отдела ЖКХ и ее гражданский супруг разработали целую комбинацию по их уводу. Супруги привели несколько подконтрольных предприятий для участия в тендере и перечислили на их счета бюджетные деньги. В результате осужденная опустошила государственную казну на 53 миллиона тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с пожизненным лишением права занимать административно-хозяйственные должности в государственных органах. С отбыванием наказания в учреждении средней безопасности уголовной исполнительной системы. Один человек погиб, еще двое находятся в критическом состоянии после атаки на мечети в Южноафриканской республике. Трое мужчин, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, ворвались в храм возле города Дурба на востоке страны. Они перерезали горло трем, находившимся внутри людям, после чего подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Нападения, по версии следователей, совершили граждане Египта. Однако, мотивы их действий пока не установлены. В самой индустриализованной африканской стране проживает большое количество экспатов. Сюда приезжают миллионы туристов со всего мира. Нападения экстремистов здесь происходят редко. Вдоль границы Израиля и сектора газа продолжаются беспорядки. В результате очередных столкновений погиб один палестинец. Еще около 50 человек получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. В протестах принимали участие порядка 5000 человек. Они жгли покрышки и кидали камни в израильских полицейских, чтобы разогнать толпу. Стражи порядка открыли огонь. Столкновения на границе сектора газа с Израилем повторяются уже седьмую неделю подряд. Продолжаем выпуск. На Лазурном берегу во Франции прошел вечер казахской культуры. Лучшие отечественные фильмы в рамках реализации программы «Рухани Жанхару», представленной на 71-м Каннском международном кинофестивале. Все мероприятия приурочены к празднованию 20-летия Астаны и Казахского университета искусств и организованы при содействии Министерства культуры и спорта Казахстана и Французской казахстанской торговой промышленной палаты. На вечере побывала и наш собственный корреспондент Жанат Эрнст. Казахский вечер в Каннах проходит в самом известном и престижном отеле этого города, где останавливаются все основные звезды международного кинофестиваля. На концерте выступают народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева, известный казахстанский исполнитель Димаш Кудаберген, государственный оркестр Академии солистов и многие другие наши прославленные исполнители-музыканты. Прекрасная музыка в исполнении знаменитой на весь мир казахстанской скрипачки, бурные овации зрителей. А от выступления молодого, но уже популярного во всем мире казахстанского певца, французы, в числе которых и постоянные фанаты его таланта пришли в восторг. Я стараюсь расти год от года и достигать новых успехов. В моих планах покорить и более высокие вершины песенного творчества. Пусть новых высот достигает и наше казахское кино, наша культура и искусство. Если мы, молодежь, пойдем по пути, проторенному такими известными людьми искусство, как Айман Мусахаджаева и наш Асан Алиага, то я надеюсь, что в будущем мы достигнем таких же исторических успехов, как премия Грэмми, например. Поэтому мой девиз только вперед. Пусть казахстанцы достигают самых высоких вершин во всем. Он замечательный, уникальный совершенно. Я его слышал в прошлом году уже, тут же, в Каннах. Он все так же уникально поет, и замечательный голос, и замечательный перформер. Димаш, мы его поддерживаем. Действительно, он более и более уверен, и голос у него уже постоянный. Он смелый, он очень интеллигентный, он обладает такой коренной культурой. Президент Международного кинофестиваля Евразия, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева, в своем выступлении на вечере казахской культуры в Каннах рассказала, что форум открывает возможность для встречи переговоров по продвижению фильмов, проектов и услуг кинокомиссии, а также о том, что сегодня национальное кино активно развивается при поддержке государства. Министерством культуры и спорта совместно с кинематографическим сообществом был разработан проект закона о кинематографии. Для развития нашего казахстанского кино в стране ведется большая работа, проводятся крупные мероприятия. В программах этого престижного Каннского фестиваля участвуют два наших фильма. Один из них в особом взгляде. Второй – в еще одной программе кинофорума. Мы надеемся на их успех. Все это большие шаги в развитии казахстанской киноиндустрии. Второй год подряд Казахстан заявлен на престижном Каннском кинофестивале как кинопроизводящая страна с перспективами международного сотрудничества и партнерства в киноиндустрии. Благодаря этому «Казахфильм» и японская кинокомпания «Токио Нью Синема» начинают совместный кинопроект с рабочим названием «Канокрады». В разработке также кинопроект-композитор с китайскими коллегами. В прошлом году, когда мы представляли проект в рамках нашего павильона, мы встретились с большим японским продюсером Содзой Чияма и также режиссером Лизой Такеба. Мы начали разговаривать, обсуждать, мы начали рассказывать про им. Очень понравилась идея режиссера Ерлана Нурмухамбетова. И с тех пор, я думаю, что мы хорошо продвинулись, потому что мы подписали меморандум о сотрудничестве с компанией «Казахфильм» и «Токио Нью Синема». И надеюсь, что в этом году мы приступим к съемкам. Трейлер фильма «Аруах» режиссера Хуата Ахметова с участием легендарного артиста Асаналия Шимова, а также презентации других казахстанских картин «Амре» Джеффа Веспа с участием Санжара Мадиева, киномеханики Ермека Турсунова, «Талант» Булата Колымбетова и другие киноработы вызвали большой интерес у зрителей и гостей 71-го Каннского кинофестиваля. Национальный павильон Казахстана продолжит свою работу до 19 мая официального закрытия престижного кинофорума. Жанна Тернежо Мартахметов, Хабар-24, Канны, Франция. В Алматы проходит финал отборочного тура третьего сезона национального детского песенного конкурса «Баллада Оса». Напомню, что это авторский проект фонда Алии Назарбаевой, который проводится в рамках 20-летия Астаны. В конкурсе участвуют дети от 8 до 12 лет. Всего в Оркомитет поступило около 4000 заявок на участие. Но в финал отборочного тура вошли лишь 80 детей. В состав профессионального жюри вошли Майра Мохаммед Хозе, Женна Сейда Лаулы, Махпалы Сабекова и Асета Растанбек. Они определят 18 лучших исполнителей, которые будут состязаться уже в телевизионном суперфинале. Подготовка к нему начнется уже в сентябре в «Звездном доме Баллада Оса». Там юных артистов ждут занятия по вокальному и актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. Телезрители смогут наблюдать за их выступлениями в течение двух месяцев с 24 октября по 1 декабря. Путем зрительского голосования будут определять обладатели специального приза «Любовь народа». А 8 декабря жюри в прямом эфире назовет имя победителя третьего сезона «Баллада Оса». Мы определим именно одного финалиста, которому предоставится возможность поехать либо это в Диснейленд будет, и также получить образование в одном из учебных заведений именно в творческой сфере. На данном часе у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин